Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Женщина это делает с помощью других женщин. Мужчина с помощью своей силы воли. Женщина не может сама успокоить мысли, потому что у нее очень сильная чувствительность. Очень большая чувствительность, это значит, что, допустим, если у струнного инструмента большая чувствительность, чуть-чуть витрек подуру, и он начинает звучать. Такой как бы сильной чувствительностью у инструмента. Так устроена психика женщины. Он постоянно ей что-то беспокоит, что-то происходит все время. Она не может это как бы. Но у женщины есть энергия любви. И если женщина любит всех, о всех заботится, она никогда не будет беспокоена. Поэтому женщине надо давать возможность общаться с другими женщинами. Если вы хотите, чтобы ваша жена не выносила вам мозг, тогда дайте ей возможность поговорить с подружкой. Если она будет с подружкой, вы думаете, что-то она с ней сладко очень говорит, не как со мной. Не волнуйтесь, она питается. Подружки, энергии, любви питаются, чтобы чуть-чуть слаще с тобой говорить. Почему ей трудно с тобой сладко говорить? Потому что между вами судьба живет. Судьба не сладкая штука. Питается энергия любви. Хорошо, супер. Так женщины контролируют свои чувства. Они должны общаться друг с другом. Должны общаться. Дальше женщина контролирует свои чувства с помощью. Вкусненько. Не твоей жертвы. Вкусненько. Понимаете, это весеннее уже вкусненькое. Много не надо, вкусненькое надо. Причем, если это сегодня вкусненькое, то завтра уже не вкусненькое. Это вкусненькое, это разное. А что именно, сам догадайся. Потому что я пока не знаю. Сегодня одно вкусненькое, завтра в руку поймешь. Я правильно себя говорю с этим? Женщина питается вкусной пищей. Свои чувства успокаиваются. И общением. Некоторые женщины пытаются контролировать себя. Им йогу показали, они кисият. Знаете, не работает система. Женщина контролирует себя с помощью любви. Нашла где-то любовь, значит все. Психика успокоится. Кошечку увидела, успокоилась. Ребеночка увидела, успокоилась. Хороший человек увидел, успокоилась. Есть в жизни любовь, будет спокойствием. Нет любви, найди. Сделай доброе дело, будет любовь. Поэтому женщина любит заботиться. Она когда в заботе живет, она всегда контролирует себя. Когда она заботится о тех, кого любит, она контролирует себя. А если не любит, значит надо простить и полюбить. Иначе невозможно себя контролировать. С ума сойдешь. Мужчина теперь как себя контролирует. Понимаете, мужчина себя контролирует с помощью победы над собой. Каждый раз надо чуть-чуть себя побеждать. Допустим, отжался пять раз, уже легче жить. Не хотел отжимать, отжался. Или пошел, допустим, унитаз вот ремонтировал. Смог. Супер легче жить сразу стал. Понимаете, мужчина себя контролирует. Когда он перешагивает через себя, он себя побеждает. Пошел, допустим, жене сказал, прости. Самое понятное дело, что я не виноват. Просто сказал, прости, подошел. А она еще спросила, ты же не виноват, да? Считаешь. Нет, я виноват. Прости, я виноват. Обманул даже. И все равно стал лучше. Почему? Потому что перешагнул себя. Мужчина сильно страдает от того, что он не может побеждать. А женщина сильно страдает от нехватки любви. Запомните это. Когда человек страдает, мозги выходят из-под контроля. Человек начинает суетиться, мысли становятся как у нами. И это неудача. Если у вас мысли скачут, не можете сосредоточить, значит, вы неправильно живете. Вам не хватает отношений с людьми и с собой. Женщина в отношениях с собой должна заставлять себя не отмерзать где-нибудь в уголке. Как женщина часто такая, села, застыла. Тоже надо иногда отдыхать от всех. Тоже надо. Иногда надо. Но в основном надо заботиться, стараться о всех. И тогда у тебя будет любовь, счастье. От этой самой заботы. А мужчина должен маленькие и большие победы совершать каждый день в своей жизни. Вот чуть-чуть что-то пробежался, чуть-чуть весь день хороший. Отжался, весь день хороший. Что-то взял, сказал себе, сделал. День хороший. То есть мужчина должен совершать эти победы. Постоянно, каждый день. И тогда он себя контролирует. Если наоборот он хотел сделать, не сделал, у него психика начинает выходить в равновесие.